Голгожданный асфальт и тротуары появляются на улице, где эти блага цивилизации уже отчаялись ждать. Дорожные работы в микрорайоне «Пехотка» идут полным ходом. Ремонтируют на улице Карбышева не только проезжую часть. В контракт входит ремонт проезжей части, входит ремонт пешеходных тротуаров, ремонт остановочных площадок, я имею в виду стоянок возле детского садика, прочистка водоотводной канавы и водопропускных труб. На ремонт 400 метров дороги на улице Карбышева из областного дорожного фонда было выделено более 10 миллионов рублей. А это 2000 квадратных метров покрытия проезжей части, 1000 квадратных метров асфальта тротуаров. Ремонт дороги требует большой подготовительной работы, но дорожники обещают, что все они будут выполнены до 1 сентября. Юрий Александрович, мы идем по дороге, у меня такое впечатление, что это не совсем еще дорога, а какой-то полусубрикат, потому что асфальтовое покрытие, честно говоря, рыхло. Ну, значит, во-первых, хочется сказать, что сейчас только уложен вравнивающий слой из пористой асфальт-бетонной смеси, поэтому, конечно, что он выглядит как-то рыхловато. Вот здесь еще будет уложен верхний слой покрытия из плотного асфальта бетона с определенной шероховатостью. Это необходимо для повышения сцепных качеств. Дождались ремонта дорог и благоустройства тротуаров жители улицы Балашовская. Здесь вот как у нас было, вы сами видите, здесь как был уголок, это заброшен был. Ну, Господь, Бог может, его свыше и вразумил там какого-то ужасных лиц всех, да, начали какое-то внимание уделить. Следует отметить, что ливневые канавы открытого типа на Балашовской когда-то были. Вот только сами жители, не вникая в назначение канавки, со временем ее засыпали, а местами даже заасфальтировали. Таким образом, нарушенный водосток не лучшим образом сказывался на дороге. Городской администрации обещают, что дорога на Балашовской, а это без малого километра, будет приведена в надлежащее состояние уже к концу года. Для того, чтобы приблизить сроки ремонтных работ на своей улице, жителям также необходимо проявлять активность. Принцип один, а, это наличие, вернее, не наличие, а отсутствие технического состояния, которое различает нормативные требования. И второе, это количество обращений граждан. Если на две улицы одного технического состояния, которое требует ремонта, то, естественно, будет в первую очередь делаться так, где было наибольшее количество обращений от граждан. Следует отметить, что ширина проезжей части новых дорог на улицах у всех разная. И это не признак алчности подрядчика или заказчика. Ширина зависит от категории дороги и интенсивности движения. Для внутриквартальных дорог, дорог в жилой зоне и проезда, ширина, согласно строительным нормам, будет варьироваться от 7 метров до 4,5. Людмила Марченко, Александр Позняков, Ольга Кириллова. Область новостей.